На кадрах конспект четвероклассницы 19 века. Ровный почерк, аккуратно выведена каждая буква. Сейчас такое каллиграфическое написание редко встретишь. Позапрошлый век уносит новая выставка, открывшаяся в Самарской областной библиотеке. Здесь можно увидеть аттестаты, учебники, антикварные письменные приборы, принадлежащие жителям Купеческой Самары. Очень много учебников того времени посвящены именно счетному делу. В целом, народное образование в Самарской губернии было на достойном уровне для уездного города. У нас было достаточное количество училищ, где люди получали среднее специальное образование. И училищ разной направленности. И реальные училища, и были училища для сельских учительниц, педагогические, разного рода направления были раскрыты. И в том числе и для рабочих специальностей тоже было достаточное количество учебных заведений. Для провинциального города было, по-моему, очень даже развита наша система образования. Среди уроков и игровая физика, и предмет, который современному человеку покажется нетривиальным – народоведение. Школьники изучали жизнь индейцев, французов, испанцев. Причем классы среднепрофессиональных учреждений были переполнены. В среднем занятия посещали 40 человек. На этом фотоурок в Самарском реальном училище. Выделялся и образ учителей, которые приравнивались к высшему обществу. Интеллигентные люди, в общем-то, в нашем понимании достаточно обеспеченные, хорошо одетые. Потом люди, которые фотографировались тогда, это было недешево, и они ценили вот эту возможность запечатлеть себя. И в качестве уважения, почтения человеку подарить свой портрет. Судьба Самарской областной библиотеки неразрывно связана с историей народного образования губернии. Читальня несколько лет размещалась в одном здании с Самарской мужской гимназией. Познакомиться с артефактами 19 века жителей и гостей города приглашают в год 160-летия библиотеки. Выставку можно посетить самостоятельно, либо в составе экскурсионной группы из 10 человек. В таком случае необходима предварительная запись. Мария Левина, Николай Епифанов, События.